Под председательством президента Казанжимар Татукаева состоялось расширенное заседание правительства. Во время него глава государства подвел итоги ушедшего года и обозначил актуальные задачи на ближайшую перспективу. В целом в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. Однако это не повод для самоуспокоения. Впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности правительства. Перед ним стоит четкий целевой ориентир – увеличение экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%. При этом важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия. В этом году, по мнению президента, требуют кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политики страны. Лидер Казахстана сообщил, что в настоящее время разрабатывается новый налоговый кодекс. Казам Шмартукаев добавил, что правительству предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Он указал, что доля инвестиций в основной капитал и ВВП страны снижается. Лидер Казахстана также потребовал придать новый импульс промышленному развитию страны. Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. Прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты. Министерство должно разрабатывать ориентиры для отраслей и инвесторов. Конкретные меры и подходы, которые стимулировали бы вложение в новые высокотехнологичные производства, пока не выработаны. Перечень прорывных проектов подготовлен, но требует основательной доработки. Эти производства должны изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста. Всего этого пока не произошло. Слава государства отметил, что правительству следует уделить особое внимание переходу от сырьевой направленности агропромышленного комплекса к развитию переработки сельхозпродукции. Особое внимание на расширенном заседании было уделено социальной сфере. Не остались в стороне и вопросы системы здравоохранения. Уже пятый год в нашей стране действует обязательное социально-медицинское страхование. За это время бюджет отрасли вырос вдвое. В 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 триллиона тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит. Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Касым Шмартукаев поручил правительству Акимом регионов и фонду Самрук Казана в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию национальных проектов, модернизацию сельского здравоохранения и комфортная школа.